Время говорить, факты и комментарии по наиболее актуальным вопросам, которые обсуждают горожане. Причем как во властных кабинетах, так и на собственных кухнях. Нам, как и вам, дорогие зрители, все интересно и для всего есть дело. Вкратце о сегодняшних рязанских темах. Пробочная атака, дорожные заторы преследуют рязанцев как на окраинах, так и в центре города. Как веревочки, не виться, полицейские изловили ловкача, который сознался в трех десятках дачных краж. Заступитесь за туристов. На фоне массового краха турфирм рязанские юристы дают советы, как вернуть средства, вложенные в несостоявшийся вояж. А теперь обо всем подробнее. До завтрашнего дня в суд будут направлены еще пять исков по фактам незаконного строительства в охранной зоне села Константинова. Об этом, в частности, было заявлено на вчерашнем заседании рабочей группы по созданию в Рыбновском районе достопримечательного места Есенинская Русь. Как сообщается в информации, размещенной на официальном сайте регионального правительства, вице-губернатор Сергей Филимонов сказал, что группе необходимо активизировать работу со службой судебных приставов. Например, одна из гражданок, будучи владельцей незаконно возведенной домовой пристройки, пообещала ее снести. Однако до сих пор этого не сделано. Но тут удивляться особо нечему. Достаточно выйти, например, из самого дома правительства на Астраханское на жульце Ленина и двинуться по направлению к театральной площади. Тут сразу же и упрешься в неприглядное строение, притороченное каким-то образом к солидному старинному зданию поземельного банка, кстати, относящегося к памятникам истории и культуры. Нелегальная постройка стыдливо затянута запылившимся баннером с изображением неведомого архитектурного произведения. Но от этого-то не легче построила эту беду уж непонятно, каким образом некая гражданка Шпрингер. С кем в свое время проходили согласования, кто давал упомянутой гражданке разрешение на строительство, тайна великая и есть. Существует решение суда о сносе. Несколько раз сообщалось о конкретных сроках. Потом последовало известие о том, что неуловимая ранее гражданка пожелала организовать работы по сносу строения за свой счет. На майской пресс-конференции руководством рязанских судебных приставов было сказано твердо, судом должнику предоставлена отсрочка до 1 сентября. Работы по сносу начинаются с 1 августа. В течение месяца объект будет снесен, а строительный мусор вывезен. А вот как злополучное сооружение выглядит сейчас. Стоит себе неказисто, но уверенно. И складывается впечатление, благополучно переживет назначенный документом роковой для себя сентябрь. Так что по-прежнему нет в России ничего более затяжного, чем воплощение в жизнь законов и постановлений. Другая тема для экспресс-разговора возникла после того, как наш зритель прислал в редакцию сегодняшнее видео. Здесь мы можем наблюдать очередную великую рязанскую автопробку, зародившуюся у первого нашего платного переезда в Соколовьке. По информации автора видео, такие столпотворения у платного переезда можно наблюдать, по крайней мере, каждое утро. Вменяемые и положенные по закону бесплатные альтернативы путепроводу, по сути, как не было, так и нет. Объезд через город весьма далек и неудобен. И получается, как в сказке о Соловье-разбойнике, засевшем на прямоезжей дороге. Хочешь не хочешь, оплати ему мзду немалую, а не то голова с плеч. Традиционно много в летние месяцы ходят небезосновательных разговоров о дачных кражах. Таскать из них вещички дел нетрудный, но уголовно вполне наказуемый. Вчера рязанские полицейские сообщили о поимке такого ловкача, который чистил дачи десятками, скрываясь с места происшествия на мотоцикле. Теперь он рассказывает о своих подвигах не друзьям-приятелям, а следователям. Лето – самый прибыльный сезон для дачных воришек. И уж тут сотрудникам полиции не до отдыха, работы хоть отбавляй. На днях оперативники задержали жителей Рязанского района, подозреваемого в серии дачных краж. Проникал либо через открытую дверь, либо через открытое окно, либо открывал окно. Взламывал. Ранее судимый преступник признался в 30 совершенных им кражах. Добытые ценности мужчина большей частью продавал, а что-то оставлял для личного пользования. А что брал? Деньги, телефоны, ноутбуки, электроинструменты. В отношении дачного вора возбуждено уголовное дело. Теперь воришке, скорее всего, придется пару лет отдохнуть от дел неправедных. А вот вполне законопослушным людям с отдыхом надо быть поосторожнее. В жарких странах то революции, то волнение народа, то акулы к берегам подплывают. А в последнее время любителей позагорать на африканских пляжах средства массовой информации стращают зловещей лихорадкой Эбола, на которой нет достойного медицинского укорота. Между тем, по сведениям Ассоциаций Тороператоров России, наши туристы по-прежнему выбирают для отдыха такие африканские страны, как ЮАР, Кению, Танзанию, не говоря уж о ставшем чуть ли не родным Египте. Так что никакие сведения о распространении суровой лихорадки не влияют на решение бесстрашных руссотуристов. А между тем, число ее жертв уже превысило тысячу человек. Так что, если уж вы и выбрали Африку для отдыха, то теоретические сведения о лихорадке Эбола надо бы знать. Геморрагическая лихорадка Эбола – это очень высококонтагиозное заболевание, летальность при котором достигает до 90%. К сожалению, какой-то специфической профилактики данного заболевания нет. Лечение симптоматическое характеризуется оно чем? Оно характеризуется высокими цифрами температуры, то есть 39-40, симптомы общего недомогания, то есть вялость, слабость, головная боль, наличие мартрологии, то есть когда болят суставы коленные, голеностопные, ну и появление геморрагической сыпи. Ну а сейчас в связи с тем, что, в общем-то, миграция такая население, когда люди у нас летают во все экзотические страны, на отдых, в том числе это в основном как-то характерно для африканского континента, то, конечно, завод с лихорадкой Эбола, и он может быть и к нам в Европу, и поэтому надо быть всегда на стороже. Ну, заодно уж и про другие туристические проблемы поговорим сегодня. Безусловно, самая злободневная тема – массовый крах туристических организаций. Как следствие, невероятное напряжение нервов и потеря денег непосредственно туристами. Вот что советуют в этой связи рязанские эксперты. Здесь нужно смотреть, какие условия вам предоставляет в самом договоре наказания услуг. Многие для экономии не берут полюс страховой. Я бы советовал все-таки страховаться от невылета, поскольку, если возникают какие-либо события, мы видим даже крупные туристические компании закрываются, и никто не предугадывал, что подобный шквал вот этих вот обращений в Ассоциации потребителей в Союзы будет вызван именно в такой период. Если брать, допустим, июль-август 2012 года, подобного у нас не было в России, и каждый понимает, что произошло нечто. И, как говорят многие эксперты в этой области, под шумок многие начинают хулиганить в этой сфере. Видим, что сейчас возбуждены уголовные дела против ряда руководителей подобных организаций. Поэтому, если туристы сталкиваются с нарушением прав потребителей, надо знать, как грамотно предъявлять соответствующие претензии или иски. В Рязани продолжается ремонт городских школ. Сейчас наступил апогей подготовки учебных заведений к первому сентября. А потому ответственные люди волей-неволей вынуждены встречаться с прессой и докладывать о проделанной работе. Причем эти брифинги проходят непосредственно на местах событий, то есть в школьных классах и коридорах. Подготовка рязанских школ к новому учебному году закончила почти на 90%. По крайней мере, таковы на сегодня официальные сведения. Сейчас ведется приемка образовательных учреждений комиссии, в состав которой входят представители пожарного надзора и Роспотребнадзора по региону. Об этом сообщил заместитель начальника управления образованием и молодежной политики администрации Рязани Геннадий Лескин. Он уточнил, что в этом году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было выделено около 33 миллионов рублей. 40 объектов образования ремонтировались. Текущий ремонт в основном, ну и несколько объектов, которые мы ремонтировали в этом году капитально. Это вот школа номер 39, более 13 миллионов рублей на ремонт данной школы направлен. Выполняются работы практически по всем помещениям, и актовые, и спортивные залы, и рекреационные помещения, и санитарные комнаты, и подсобные помещения в цокольном этаже, и раздевалке, и так далее. Ну и школа номер 54, более 17 миллионов рублей, тоже такой же большой объем работ, будут проведены работы в таком же направлении. То есть школы в первом сентября будут совершенно новые. Капитально ремонтируется школа номер 39, на что выделено 13 миллионов рублей. И школа номер 54, на работы в которой обойдутся в 17 миллионов рублей. Школа изменилась в новом учебном году, стала совсем другой. Ждет ребят 1 сентября. К 1 сентября, заверяет городское начальство, все работы завершатся, и школы будут готовы к приему учеников. В эту субботу, а масштабнее говоря, каждую третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Шарики, жучки и мурки, обитатели улиц и дворов, мохнатые короли, помоечек и свалок оказываются удостоены своего профессионального праздника. В субботу у нас на Ореховом озере планируется целый фестиваль бездомных зверушек, а сегодня в преддверии праздника в программе репортаж Оксаны Тебенихиной, снятый в Рязанском фонде помощи бездомным животным «Лучшие друзья». Каждую третью субботу августа любители кошек и собак всего мира вот уже больше 20 лет отмечают День бездомных животных. В связи с этим событием на Ореховом озере в субботу пройдет целый комплекс мероприятий для привлечения внимания горожан к данной проблеме. В субботу у нас пройдет Международный день бездомных животных, фестиваль пройдет на Ореховом озере. Это в рамках целого ряда мероприятий Орехового озера в этом году нам выделили вот такой целый день, чем мы очень рады. У нас будет большой благотворительный концерт, всякие мастер-классы. Также мы привозим туда свою барахолку, как все уже знают, что это такое. Можно прийти и посмотреть, бусики себе выбрать, очки у нас будут, аквагрим, очень много развлечений для детей. И мы очень гордимся тем, что у нас будет очень большая выставка для собак беспородных. То есть, если люди являются хозяевами беспородной собаки, они могут спокойно прийти и показать, что умеет их собака получить достойные призы за это. Особое внимание на праздники уделят хозяевам беспородных собак. Ведь, как известно, дворняшки – самые умные псы. Вот и некоторые жители фонда «Лучших друзей» готовятся к своему звездному часу. Например, Лессия, небольшого роста двортерьер, показала нам свои закулисные танцы. Это у нас замечательная девочка Лессия, она очень молодая, ей всего годик. У нее очень трагически погибли хозяева. И она полностью квартирного содержания, адаптированная к детям. Единственное, с кошечками не очень. А так вот собака полностью готова идти в семью, она привитая. И очень хотелось бы, чтобы ее побыстрее нашли любящие хозяева. Это у нас замечательный малыш-пират. Его не так давно сбила машина, прямо вот на улице Весенней. Мы благодаря группе ВКонтакте опять же нашли людей, которые откликнулись, чтобы ему помочь. Но добрые местные жители его увезли куда-то на тележке. Мы его очень долго искали. В итоге ему даже не пришлось делать операцию. Он сам спокойно встал, вот ходит. Сейчас через какое-то время тоже будет искать дом. Пес очень крупный. Скорее всего, жил на улице, поэтому будет прекрасным, я думаю, охранником. Вообще, изначально этот, с позволения сказать, праздник был учрежден с той целью, чтобы обратить внимание на проблему бездомных животных. Рассказать истории их трагических судеб. И может быть, именно в этот день одна такая маленькая судьба станет чуточку счастливее. Ведь любовь верного четвероногого друга, будь то собака или кошка, самая чистая, большая и искренняя. Так что берегите своих питомцев, заботьтесь о них, потому что для своих мохнатых товарищей вы являетесь смыслом и радостью всей их жизни. Этим мяукающим и лающим репортажем мы завершим программу «Время говорить сегодня». А впереди у нас подробности. Сегодня в нашей студии будет политолог, кандидат исторических наук Юрий Мастяев. Разговор пойдет о войне санкций, которая сейчас понемногу разгорается между западным миром и нашей страной. И это не может не тревожить. Итак, увидимся прямо сейчас в подробностях.